Ситуация была такая переломная, когда я маме своей показал сайт, говорю, зацени. Сын, ну сайт, конечно, классный, но типа, ну какой же ерундой ты занимаешься. Говорит, а ты можешь сегодня вот заработать 3 миллиона рублей? Нам бы вообще что-нибудь пожрать, знаете, лего у них нет. А я говорю, вызывай полицию. И мне в ответ, себе вызови тварь, короче, а лучше скорую. Хорошо, тогда Тимур Кадыров запускался параллельно, и мы с ним веселые переписки такие проводили. Ну что, погнали. Здравствуйте, Егор. Здравствуйте. Здравствуйте. Всем привет. Расскажи про себя. Я про тебя знаю, может, люди не знают. Да, чё, меня зовут Егор Гонин, известный как в каких-то кругах самошедший маркетолог. Преимущественно, ну, известен в сфере маркетологов как самошедший маркетолог. У меня своя онлайн-школа, высшая школа маркетинга. Начинал с агентства доктора Ибали. Кто-то может знать нас по такому продукту, как ядерный чемоданчик, которым мы так пошумели знатно пару лет. Ну, основное такое для вступления. Ты когда начал всем этим заниматься, то есть когда ты появился, так сказать, ВКонтакте, нашел развивать свой курс, там, личный бренд, паблик, когда это все произошло и как? В 2014-м, наверное, году или в 2013-м я понимал, что я не хочу работать по специальности. А кто-то по специальности? Инженер, энергетик. Я тоже же, энергетик. Ну, вот такие дела. Технеры собрались. Ага. Понял, что особо я не собираюсь по этому направлению работать, поэтому проб был разный. Там, китайское барахло продавал, интернет-магазин делал. И в какой-то момент понял, что в процессе создания интернет-магазина мне интереснее было делать сайт, упаковку, дизайн заказывать, вот смотреть на результаты, контекст запускать. Вот. И ситуация была такая переломная, когда я маме своей показал сайт, говорю, зацени, мы, короче, китайское барахло продаем. Ну, не так, конечно. И такой на радостях, жду ее одобрения, как бы, понимаешь, вот этот синдром сыночка еще такой. Она такая, сын, ну, сайт, конечно, классный, но, типа, ну, какой же ерундой ты занимаешься? Говорит, купи-продай вот это, купи-продай вот это барахло какое-то. Я такой, а я что-то закрылся прям вообще для меня была неожиданная такая критика. Ну, вот мы тогда поругались, я такой, я ухожу. Ну, не так, конечно, но я ушел, шел на день побухать. Вот. И она мне сказала, что, типа, ты же можешь заниматься тем, что интересно, тебе интересно сайты делать, делать. Я не понимал, как это, я же не умею программировать там ничего. Вот. И в итоге, вот так через месяца три сделал свою веб-студию, я понял, что я могу аутсорсить, программирование, дизайн. Ты как Саша-четишка тоже веб-студии сначала была, получается, да? Я, наверное, я у его ученика учился, у Залогина Саши, который сейчас... Да-да-да, у него этот инфобизнес, мы с ним работали, мог как раз китайским товаром. Угу. Я с ним сейчас тоже так плотно общаюсь, учился у него, очень замечательный человек. Сейчас же в Европе, по-моему, живет, да? В Чехии, в Праге, да. Ну вот, и тогда веб-студию организовал с партнером, нашел чувачка, он продавать начал, я начал техническую часть делать. Через год, наверное, через полтора я увидел такую фразу классную, меня прям поз зацепил, типа... Говорит, вы знаете, вот если я вам сейчас скажу самый главный секрет бизнеса, секрет там денег, продаж, никто не послушает меня. Говорит, а математика такая, что мне подписчик обходится в 13 рублей, конверсия у нас такая-то... И говорит, ну, никто из вас не будет просто набирать базу, никто не создаст блог, не начнет постить. Я такой, ну, посмотрим, посмотрим. Я создал блог, начал публиковать, убогую обложку поставил, там, знаешь, в канве Times New Roman шрифтон написал блог сумасшедшего маркетолога. Там у меня такая с детственно бритым лицом физиономия. Начал сначала зарубежные материалы переводить, публиковать, потом подумал, я же свои мысли могу писать. Полгода, короче, такого вот изливания, я понял, что у меня никто ничего не покупает, у меня аудитория копится, никто ничего не покупает. Вот, я стесняюсь продавать, я не умею предлагать. Потом наткнулся на Станца Литвиненко, кто знает, да, империя маркетинга. И вот он топил так, типа, маркетологи, продавать, продавать. Я у него на бесплатнике три урока посмотрел, пошел продавать, у меня пошли продажи, деньги, все закрутилось. Я начал шарашить такими продающими постами, что, по-моему, никто бы не сказал, о, это тот самый стеснительный Егор, который стеснялся там показать себя еще как-то. Вот, и как-то с этого закрутилось, завертелось. Я начал больше скачать базу, потом пошел в Сендлер. В Сендлере мы, в принципе, первые обнаружили такой сервис, где-то вообще на задворках интернета. И я понял, что надо качать рассылки. Все тогда охеревали от персонализации, там имя ставишь. Люди такие, вау. Ставишь пол, короче, а я еще, привет, Егор из города Санкт-Петербурга, который не женат. И люди такие, вау, ты за мной следишь. Я на самом деле так дрочился тогда над персонализацией, что в e-mail маркетинге я иногда по почте находил людей в соцсетях, где они, в принципе, светились. Я им личные письма писал, но я не говорил, что личные. Я писал какую-то рассылку, и там девушка в предыдущий день была в каком-то ресторане, я написал, типа, я тоже люблю рестораны, особенно вот в таком формате, с такой едой. Она такая, блин, вы как будто бы следите за мной, вы откуда знаете, вы неужели всем такое пишете? Ну, как-то вот так это. Да, и потом закрутилось, я с партнером разошелся, веб-студию закрыл. А почему ты решил переименоваться? Сумасшедшего на высшую школу? Ну, потому что сумасшедший маркетолог – это же бренд уже. Это бренд, который связан на тебе, то есть тебя знают. Тут я пытался тебя сейчас отметить в ВКонтакте, и тут я понимаю, что там нету сумасшедшего маркетолога, высшей школы маркетинга. Почему? Ты, типа, решил по технике скиллбокса пойти, ну, типа, отказавшись от личного бренда, пойти в историю, типа, построения компании, да? Хороший вопрос, замечательный вопрос. Сегодня прекрасное интервью. Кури пока, а то я сейчас это, болтать буду много, много будем разговаривать. Я больше пошел по предпринимательскому пути, то есть я понял, что я много занимался какими-то специалистскими штучками, что вот мне важно было признание, мне важно было там известность. Сейчас дополню ответ. И мне было больше интересно, чтобы вот меня заметили, типа, вот смотрите, мне интересно было выступать. Я приходил на эфиры, знаешь, я не знаю, смотрел ты фильм «Грязь» или нет, если нет, очень рекомендую, это про «Медли Крю». Такой чисто рок. Про музыку, да? И после богемской рапсодии я приходил на эфиры, и вот за 10 минут до того, как выступать, народ собирается, я включаю рок какой-нибудь, я сижу, смотрю на это, я, как знаешь, звезда за кулисами, там курит траву или нюхает кокс. Ну вот, я просто сидел, смотрел, кайфовал, думаю, сейчас будет жара. Мне было это прикольно, прям отжигать вот так. Вот. Ну просто потом в какой-то момент я понял, что я сам себя одобрять начал, то есть я понял, что я сам себя стал любить, одобрять, ценить. И ушла такая потребность популярности, плюс ко всему я понял, что риски, конечно, сильные на том, что... Ты просто обхезаешься, то все. Что, в принципе, мое лицо, и если я не веду эфиры, то продажи умирают. И контент, если я не пишу, то тоже продажи умирают. Плюс ко всему я хочу что-то оставить после себя. То есть есть моя компания, сумасшедший маркетолог, там бренд умрет вместе со мной. Я хочу, чтобы это дело было более такое значимое. И да, путь скиллбокса меня здесь впечатляет. Вот, как и в принципе многих, ну нет ни одной мировой компании с личным брендом. Фамилии есть в этих компаниях, нет лица, из-за которого идут. Да, вот. Мы это с Аязом просто обсуждали. Ну, я с ним как раз начал работать, когда вот току-току он начал там вести там блог. У него было там 70 тысяч подписчиков только в ВКонтакте. В Инстаграме его не было, в Ютюбе не было, инфобизнеса не было. Я как раз к нему приезжаю, начитался от Джефф Уокера. Я говорю, Аяз, давай топить за инфобизнес. Он мне сказал, инфобизнес – говно. Надо было записывать его в этот момент. В итоге, значит, я ему привожу цитату еще, вот когда мы начали с ними работать. Я говорю, смотри, вот Дэн Кеннеди сказал, что, типа, я всегда вложу деньги в компанию, которая, типа, а-ля Макдоналдс. Потому что я понимаю, что если даже генеральный директор вместе с коммерческим директором, с директором по развитию попадут, не знаю, там, в автокатастрофу, с компанией ничего не произойдет, она продолжит жить дальше. А если Аяз Шабудин попадет в автокатастрофу, не дай бог, все, в компании лайк нету. Потому что все приходят на Аяза, а не на лайк. Аяз такой, да. И, по сути, и Миша Дашкиев тоже это начал понимать, и они разошлись, когда с Петей, ну, как бы они разошлись, потому что Петя ушел в эзотерику после Тони Робинс, а Миша сделал юниты. И замечу, что в юнитах, в основном, как бы, ну, нет, не фигурирует Миша Дашкиев. Но он, кстати, еще пока сидит. Пока да, потому что он привлекает аудиторию. Он тоже понимает, что, как бы, нужно развивать. Туда же сейчас нетология пошла, тоже сейчас инфокурсы делают. Туда же этот, кто там еще. Гик Брейнс, ну, по сути, они, как дочка же, по-моему, мэйловская, этот, скиллбокса, да. И я когда узнал обороты скиллбокса, ну, я охерел просто, ну, то есть там миллиарды. Но там прибыли никакой вообще нет. Но они на капитализацию работают. И когда я вот с Акселем тоже общался, Юрченко мне такой, говорит, типа, мы к скиллбоксу относились, типа, ну, херня какая-то. Через два года эта херня нас обогнала, и мы сидим и сосем, как бы. Поэтому я тебя прекрасно понимаю, да. Ну, Скорейнг тоже есть. Да, 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 да. Какие у тебя планы вообще на эту компанию? Что ты хочешь, как ты это видишь? Что ты из этого хочешь выстроить? Слушай, я это вижу как изменение обучения, в принципе, формата обучения. Потому что пока мы завязаны на курсах и личном бренде, мы просто обучаем людей навыкам. Мы хотим не только как бы учеников сделать там более… ну, то есть изменить не только сферу маркетинга, но и образование. То есть чтобы не было завязанности только на курсах. Чтобы не было такого, что курс там отсмотрели, через два года он умер. Чтобы комплексное какое-то развитие было. И чтобы, ну, инфобиз, знаешь, вышел на уровень оффлайновый. То есть чтобы это, знаешь, типа Стэнфорд, грубо говоря, да, чтобы были открыты где-то двери, куда можно прийти, где есть постоянно лекции какие-то. Вот, и чтобы это обучение было скоростнее там вузовского. Я ненавижу просто обучение там вузов. По-моему, это типа как в Беркли. Знаешь, что у нас все в Беркли? Они как раз-таки на онлайн курсах, по-моему, и выскочили. То есть у них были оффлайн-программы, онлайн-программа не было по-моему, на 15-20%. Потом они, короче, такие сели и думают, а как нам больше зарабатывать? И в итоге сконцентрировались на онлайн-программах и поняли, что по сути, как вот Jobs to be done, да, то есть на какую работу нас нанимает клиент. И они поняли, что онлайн-образование почему полезно? Потому что люди, ну, им некогда ходить в универ. Да, у них работа, семьи. По сути, ну, то, что ты говоришь, это же реально будущее. Тогда следующий вопрос. Те люди сейчас, которые окунулись в личный бренд, получается, они в любом случае дойдут до того понимания, как ты, что типа, окей, личный бренд у меня есть, а что дальше-то? То есть по сути, это как, как ты считаешь, это логичное продолжение из личного бренда в компанию, либо это как бы, ну, как выбор, типа? Как ты считаешь? Ну, это не совсем логичная, я считаю, последовательность, потому что логично, типа, копать там, где копается. Типа, в личном бренде есть деньги, все, как бы, если вас все устраивает, сидите там. Ну, вот, если у вас не чешется, не колется какая-то бизнес-жилка, ну, как бы, зачем? Ну, вот я бы сидел на личном бренде бесконечно, если бы во мне не было какое-то желание систематизации, как бы, я не просто так инженер, потому что мне интересно, когда все на автомате как-то работает, все запрограммировано как-то. Если человеку не нравится, он не умеет делегировать, ему сам процесс еще нравится, оказание услуги, все, пожалуйста, личный бренд, крупные чеки, хорошие клиенты, все круто. Кто больше с личного бренда стартует, чтобы хоть какую-то популярность получить вначале, и за счет этого капитал сделать, именно социальный капитал, пожалуйста, да, корпоративный бренд, потому что с личного бренда люди уже пойдут за корпоративным, но с нуля, типа, в микробизнесе, в нано-бизнесе, да, заходить с корпоративным брендом в соцсети, ну, сложновато может быть, особенно без финансового капитала. Вот, поэтому это выбор просто, просто выбор. Я бы рекомендовал личный бренд, как он есть, если человек понимает, что на дистанции он не выгорит и через пять лет не скажет, задрады эти stories, 20 stories в день, по контенту этот вообще уже не могу все бесить. Ну, или продюсер, чтобы был, да, продюсер, который все это прописывает, а ты там исполнитель такой, то есть, тоже как вариант, такая вот петрушка. А скажи про твой период сложный, когда ты вот решил покрасить волосы, когда там партнер от тебя ушел, да, вот, мне кажется, что у меня история жопа была, да, там, год назад, мне кажется, у многих. Заканчивается это сезеной на голове. Да, 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 что произошло, что у тебя там произошло? Короче, я понял в какой-то момент, это вот 2019 год, что я где-то, может быть, апрель, май, вот, что я что-то два года топчусь на одном месте, я зарабатываю там какие-то копейки, то есть, нет каких-то, вот, знаешь, этих пресловутых квантовых скачков. Я пошел к своему знакомому, который уже успел подрасти, вот, мы вместе с ним начинали, я у него учился какое-то время, я увидел, что он уже вырос несколько раз, у него крупнее клиента, он качает несколько направлений бизнеса, я думаю, как, мы стали с ним общаться, и он начал увлекаться такой, знаешь, психологией, ну, вот, как, знаешь, типа разборы, коучинг, вот это все. И в какой-то момент он говорит, давай созвонимся, просто поболтаем. Мы разговариваем, разговариваем, он что-то про детство спрашивает, про оценки мои, про диплом, там, еще что-то. И вот все, говорит, а зачем ты, вот, зачем тебе, вот, бизнес, там, а зачем вот то, а зачем тебе деньги? И я понимаю, что, ну, вопрос, ответы бывают не твердые такие. Где-то, вот, есть пробелы. И он еще в конце мне такой выдает, говорит, а теперь, а, он еще хорошо сказал, говорит, а ты можешь сегодня вот заработать 3 миллиона рублей, у тебя цель какая? Я говорю, ну, 3 миллиона рублей. Он говорит, сегодня можешь прям, говорит, почему именно за месяц, почему не за сегодня? Вот, я понял, что масштаб, у меня мышление немножко уже, чем хотелось бы. И в финале он выдает, типа, а теперь, говорит, плати мне 5 тысяч рублей. Говорит, вот, прямо сейчас плати мне 5 тысяч рублей. И я понимаю, что это звучит как цыганство для многих, да, типа, чел звонит, выдергивает из тебя деньги. Но вместе с этим я понимаю, если я не заплачу, инсайта не случится. Я перевожу ему прямо во время звонка 5 тысяч рублей. И в этот же день у меня случаются какие-то трансформации. Я чувствую, что я понимаю, как минимум план достижения этих 3 миллионов рублей. Я понимаю, что я не туда копал, я мелко как-то мыслил. После этого начались как раз изменения. Я поехал на конференцию в Самару. Меня вот Настя, нынешняя моя девушка, но тогда еще неизвестная мне дама, приглашает, говорит, Егор Николаевич, здравствуйте, приезжайте на конференцию в Самару. Я приехал, это май 2019 года, и приехал в первый день, мы познакомились, к вечеру я уже почувствовал, что я как будто в Настю влюбляюсь, такой флирт какой-то. А для меня это было странно, я 8 лет находился в отношениях, 6 лет я жил в одной квартире с девушкой, у нас свадьба через месяц. Я понимаю, что я сейчас очень-очень в сложной ситуации. Я, ну то есть, флирт, ладно, просто через день я отложил свою поездку обратно в Питер, потому что я понял, что я хочу с Настей еще побыть. Я понимаю, что я как скотина себя веду. Мы без поцелуев, без чего-то еще, но вот как будто в это напряжение, оно вот чувствовалось вот это в воздухе, наша любовь с первого взгляда вот эта. Я отложил еще поездку в Питер на несколько дней. То есть я билеты вообще просрал там, даже не приехал, не менял ничего. Значит, улетел потом. То есть тяжело было, мне казалось, что все, это как, знаешь, типа через 70 лет я на смертном Адрея такой. О чем вы жалеете? Я жалею о том, чего я не сделал. Я приехал домой. У меня начались, потом мы опять с этим человеком созванивались, вот Вадим, мой знакомый, который за 5000 рублей мне консультацию продал. Он следующий мне разбор сделал. И мы проработали мою такую плюшкинскую сторону. Я по натуре такой сберегатель. Я деньги коплю, коплю и сам не знаю, зачем я не умею тратить их. И мы докопались до истины. У меня копилка была до тех пор с 9 лет. И вот до тех пор, которую мне подарила мама в 9 лет, и порекомендовала складывать туда деньги. После этого разбора он говорит, иди разбей эту копилку. Еще мы окунулись в детскую ситуацию такую. Я помню, плакал после этого. Он так копнул. Вспомнили ситуации, когда у меня что-то хотелось, но у меня этого не было. Я же хотел лего какой-нибудь, у меня этого не было. Когда, конечно, разговоры такие, типа, нам бы вообще что-нибудь пожрать, а знаете, лего у них нет. Но вот у любого ребенка чего-то нет, чего-то он может не получить, чего хочет. И вот здесь как-то происходит трансформация, что я, во-первых, я уже сам могу обеспечивать этого ребенка, мне не нужно ждать чего-то. Потом я в этот день пошел, разбил эту копилку на помойке, и Вадим говорит, слушай, у тебя какой телефон? А у меня Xiaomi, короче, там, тысяч за 15. Говорит, айфон хочешь? Ну, а я вот, честно, как бы не последователь айфона. Говорит, а что хочешь? Говорит, пойди и купи себе самое лучшее, что ты заслуживаешь. Вот, я пошел, вот этот Samsung, но тут момент был последним, это Galaxy S10, что ли, последний был. Я прихожу в магазин, говорю, дайте мне лучший телефон, который у вас есть, но не айфон. Они дают этот, там 70 тысяч, я покупаю. Происходит вот раз трансформация. Потом я понимаю, что я хочу быть с Настей. Но как это сделать? Мы с ней стали созваниваться, мы пытались расстаться, мы пытались не общаться. И в какой-то момент я просто позвонил своей старшей сестре, расплакался, короче, говорю, Саш, я в жопе, я не знаю, что делать. Говорю, вот такая вот ситуация, свадьба через месяц. Но она посоветовала, как бы, следовать своему сердцу, грубо говоря. И я через неделю где-то отменил свадьбу, сменил квартиру, переехал в квартиру, о которой мечтал. Я романтик, 17 этаж, закрытый двор, все супер. И у меня партнер тогда, у нас уже агентство «Доктор Эболит» было, маркетинговый партнер, Саша отвечал за продажи, за общение с клиентами. Крутой чувак, такой позитивно настроенный. И в какой-то момент он… Ну, во-первых, я начал меняться, то есть мы уже с ним отдалились, как будто бы. У меня пошли новые идеи, я начал предлагать, что давай еще инфоби скачать, от которого мы всегда отказывались. Я как-то начал мнение менять, гибче стал. И его начало это немного клинить, потому что он тут трансформацию не прожил, которую я прожил. Вот он в какой-то момент психанул, там клиента начали гнать. Он вышел из компании, а я технарь, я как бы с клиентами особо там не общался. У меня остались долги перед сотрудниками, какие-то клиенты стали недовольны, стали требовать возврат, суды, еще что-то. Я тогда заработал деньги на продажу своего мануала, сделал возвраты клиентам, рассчитался с сотрудниками, мы там половину компании просто уволили. И на тот момент как бы агентство в принципе функционировало там на двух-трех проектах, на одном проекте. Но оставался еще вопрос, как бы что нам с Настей делать и как мне вообще зарабатывать. Я понимал, что нам с Настей нужно с это как-то сойтись, у нее ребенок, мне нужно обеспечивать это, мне хату свою нужно обеспечивать, что-то надо делать, суетиться. И я позволил себе обучать людей, то есть я почему-то запрещал себе свой опыт, там пятилетний охеренный опыт передавать. Я помню даже у нас, это июль 19-го года, мы уже с Настей первое свидание пережили. На второе свидание я говорю, мы только уехали, я говорю, ну я капец хочу вернуться к тебе. Я говорю, давай так, если я вот за 7 дней зарабатываю там 200 тысяч, то я приезжаю к тебе. А, 100 тысяч. Я заработал 200, и я приехал, мы сняли самый крутой номер, мы классно провели время. И вот как-то с тех времен я понял, что я еще во второй раз или в первый вернулся, когда в Питер, приезжал Влад Богатырев, это, я думаю, в сфере продюсирования, известный многим человек. Мы с ним пообщались, и он мне такую хорошую вещь сказал, которая у меня осталась в голове, что, говорит, я не понимаю, как люди живут на деньги меньше, чем 100 тысяч рублей. Он говорит, я просто не понимаю, типа, я умру, если у меня будет меньше сотки. И я такой понял, что я врубаюсь, о чем он. Это не типа капризы богачей, это типа, что это про любовь к себе, это про уважение к себе, это про уровень нормы, где ты живешь, что ты ешь, на чем ты ездишь. И все, я как бы с тех пор запретил себе зарабатывать меньше 100 тысяч рублей. Вот. Вместе с этим периодом у Насти муж начал вытворять интересные вещи. Он у нее в МВД работал, или работает, не знаю, угрожать, прям, чуть ли не табельное оружие он готов был взять, чтобы перестрелять ее и меня. Если я приеду, шею мне свернет там. А если не приеду, сам приедет. И в какой-то день он вломился к ней, Настя мне звонит, пишет, говорит, он все узнал, короче, что мы встречались. И я ей пишу, короче, говорю, не отвечай, ничего не делай. И мне в ответ, а, я говорю, вызывай полицию. И мне в ответ, себе вызови, тварь, короче, а лучше скорую. Я думаю, Настенька, что вы позволяете себе? А он у нее, короче, сидел в аккаунте. Вот. Он, в принципе, у нее телефон взял, там все узнал. И поэтому вопрос денег в то лето был, вопрос будущего, чем я буду заниматься. Я, как бы, кучу направлений передумал. И такой вот момент, когда ты порвал с прежней жизнью, когда агентство, непонятно что, ну, как бы спойлер, но следующие полгода мы тогда, агентство, особо не функционировало. То есть, ну, два-три проекта было с такими крупными клиентами. Потом только возобновили все. Вот такая история. И как раз сентябрь 2019 года я уже нашу позвал к нам. И мы стали делать совместный запуск. Мы в то время так нашумели хорошо. Тогда Тимур Кадыров запускался параллельно. И мы с ним веселые переписки такие проводили. Потому что вроде и конкуренция, вроде мы хорошо общаемся. и он предлагал говорить, давай как бы перенесем. Я говорю, да ладно тебе, давай попилим рынок, короче, будем как BMW в Мерс. Будет прикольно, короче, пусть люди выбирают между нами. Была мысль, вообще срачку какую-нибудь устроить, такую дружескую. Вот. Запомнились, оба как бы, оба выстрелили. И я тогда перекрасился в седину. Мы такой ролик отсняли, я там связанный в смирительной рубашке, у меня цепи на инвалидной коляске. Ору в камеру, типа, достаньте мне ядерный чемоданчик, там все мои наработки. И отыграл прям, вот, я думаю, ты как сын актеров заценишь. Ну вот. И потом потихоньку начали с Настей съезжаться и выстроили инфобиз, чтобы деньги приносило агентство. И вот как-то так. Потом я деньги заработанные стал инвестировать уже, стал присматриваться, чтобы и в бизнесе инвестировать, и через акции как-то это дело приумножать. Ну и сейчас вот такие три основных источника дохода инвестиции, инфобиз, агентство. Что ты пожелаешь тем людям, кто посмотрит это интервью, там будет, уверен, много твоей аудитории, уверен, что ты раскрылся для своей аудитории. Вот, это круто. для новой аудитории. Вот ребята, которые будут смотреть, что ты им пожелаешь? В основном, естественно, они занимаются, скорее всего, маркетингом. Что им сейчас делать, куда двигаться, чем заниматься? Может быть, топ-3 правила, инсайта твоих, я не знаю, что ты им пожелаешь? Но если хочется денег, двигайтесь в продюсирование, по крайней мере, пока. Если хочется счастья, то шлите нахрен тех заказчиков, которые отнимают ресурс, не делайте того, что не хочется. Делайте то, где страшно, но не путайтесь с тем, что не хочется. Страшно – это не означает, не хочется. Иногда бывает страшно, но ты это делаешь и понимаешь, что именно этого ты и хотел. И вот там удовольствие, удовольствие за преодолением этих преград. Лезьте в инстаграм, я тут слышал, это отличная площадка. И прокачивайте мышление сценариста, продумывайте наперед, то есть не будьте теми спецами, которые ждут ТЗ заказчика, которые ждут, что вот в этом месяце мне заказчик сообщит план, сколько нужно лидов. Идите, вот стратегический маркетинг это называется, когда вы сами маркетинговый план составляете, когда вы знаете, какие цифры должны быть и что для этого сделать. Когда вы на год вперед, опережая клиента, говорите, вот так ваш бизнес вырастет. Все, лучше делегируйте, аутсорсите вот эту всю байду с инструментами, но головой соображайте. И тогда будете в принципе причастны к созданию какого-то бизнеса, к выращиванию, а не типа, сегодня вы у него подряд, завтра другой подряд. Так что, мозги, голова наше все и счастье. Такие сайты. Спасибо, Егор. Пожалуйста, Максим, и тебе спасибо. Ребята, подписываемся на меня, на Егора. Давайте. Не будьте шлюхами маркетинга. Крутяк, крутяк. Мне что-то понравилось, так это, историю рассказывать. Хороший вопрос. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова